Какими будут ваши приоритеты работы в Европейском парламенте, если вас изберут? Первое и главное – это укрепление безопасности в Европе, помочь Украине победить в войне. Но для нас, как для Союза Зелёных и Крестьян, важны вопросы народного хозяйства, земледелия и лесного хозяйства. Эти темы нам важны. Почему именно ваша партия может лучше всех реализовать эти приоритеты? Потому что мы не проект на одни выборы. Союза Зелёных и Крестьян прекрасно знают, с чем сталкиваются современные крестьяне, владельцы лесов. Мы знаем, как нужно дать им вести бизнес в Латвии. По-вашему, нужно ли менять какие-то нормы, которые действуют в Европе сейчас? Да, большая тема, о которой люди говорят и волнуются – это зелёный курс. И это идёт рука об руку с сельским хозяйством, лесным хозяйством. И в транспортной отрасли абсолютно ясно, что принятое сейчас регулирование об электромобилях с 2035 года, как единственном виде транспорта, это нужно менять. В какой фракции европейского парламента вы хотели бы или не хотели бы работать и почему? Мы однозначно не рассматриваем возможность работать с радикальных концов. Это крайне зелёная или европейская идентичность, что означает раскол Европы, по сути. В какой группе будем работать, мы выберем вместе с подобным образом мыслящими партиями из региона Балтийского моря. Ну и в таком практическом смысле, может быть, что Латвия получит, если вас изберут? То, что Латвия получит, это прагматичного представителя в Европарламенте, у которого есть тесная связь с правительством и с сеймом Латвии, тесная связь с самоуправлениями, а значит и с жителями Латвии, с их нуждами, с пониманием того, как каждое регулирование может повлиять на наше народное хозяйство.